Условия проживания окружных выпускников, которые на время сдачи ЕГЭ приехали в Наринмар под прицелом прокуратуры. Ведомство по поручению Генеральной прокуратуры совместно с другими контролирующими органами держит на контроле законность приема единого госэкзамена. Данное мероприятие в первую очередь направлено на соблюдение прав выпускников. Школа имени Пырирки для окружных выпускников временно стала вторым домом. Ребята приехали в Наринмар для сдачи единого государственного экзамена. Перед заездом выпускников в школу прокуратура Нейнского округа совместно с другими контролирующими органами проверила условия проживания детей. Чтобы здесь соблюдалось законодательство о здоровье, чтобы здесь было надлежащее медицинское обеспечение на период вашего пребывания, питание, чтобы были соблюдались санитарные нормы и требования. Я хочу отметить, что руководство школы-интерната Пырирка подготовилось к вашей встрече. У нас пока замечаний не было. Для выпускников, а также их сопровождающих, в школе организовано пятиразовое питание. Есть возможность заниматься спортом, получать медицинскую помощь и консультации педагогов городских школ перед задачей экзаменов. Для некоторых ребят первые испытания уже позади. Например, базовая математика. Основная пара экзаменов впереди. Каждый из вас обладает хорошими знаниями, умениями. Поэтому самое главное, когда вы идете на экзамен, это все-таки не волноваться. Верьте в свои силы, спокойно решайте сначала самые простые задания, потом переходите к сложным. И у вас все получится. В случае несогласия с полученной оценкой или нареканиями на организацию самого испытания у выпускников есть право пожаловаться. У вас есть право на апелляцию, да, и вы можете, соответственно, этим правом воспользоваться. У нас из года в год, все-таки, вот, путем и разъяснительной работы, количество ребят, которые пользуются этим правом, оно увеличивается. Да, это может быть не такие большие цифры, там, в том году это было всего 6 человек, но тем не менее, если какие-то возникают сомнения, ничего в этом такого зазорного нет. Это абсолютно нормально. Вы должны отстаивать свою позицию, свои знания, которые вы демонстрируете при сдаче единого государственного экзамена. Среди выпускников текущего года медалисты из Красного, Неси и Омы. Молодые люди планируют стать юристами, педагогами и медиками. При этом отмечают, что планируют вернуться работать в округ. Для тех, кто еще не определился с выбором, департамент образования выразил готовность провести экскурсии по учреждению профессионального образования Ненецкого округа. Если возникнет пожелание, то учреждение готово с удовольствием вас принять, показать современное оборудование, которое мы закупили в прошлом году. На обновление материальных фондов учреждений профессионального образования мы потратили 100 миллионов рублей в прошлом году. Уверяю вас, что у нас есть оборудование, которое соответствует всем мировым стандартам. Поэтому уверяю вас, что находясь на Ринмаре, вы можете получить очень хорошую профессию и в дальнейшем строиться на работу. Округу нужны учителя родного языка. Желающих получить такое образование нет, а вот возможности есть. У нас, к сожалению, сейчас не хватает учителей родного языка и есть возможность получить высшее образование по этой специальности. В университете имени Герцена, в педагогическом, это ведущий педагогический университет, сама я его и оканчивала. Там есть институт народов Севера, который как раз готовит учителей родного языка и, соответственно, дает еще сопутствующую профессию. Поэтому, конечно, и условия там обучения очень такие хорошие. Поэтому я вот все-таки не могу об этом не сказать. Нам эти специалисты, самое главное, эти специалисты будут востребованы в школе. В этом году единый государственный экзамен сдают 268 выпускников Ненецкого округа. Для проведения государственной итоговой аттестации задействовано два пункта проведения экзамена на базе 1-й и 5-й школ. Все пункты оборудованы металлоискателями системой видеонаблюдения. Также используются технологии печати полного комплекса экзаменационных материалов ЕГЭ в аудиториях в присутствии участников экзамена.